Первых новонародженных в этом доме детяти приняли в 1963 году. Правда, не в современном доме, а в предстосованной былой солдатской казарме. За весь час основания установки, агульная количество выхованцев превысило 2680 человек. Сейчас в доме детятий поправочной колонии находятся 18 мужиков и 16 девочек в возрасте до 3 лет. Когда до этого возраста у женщины не завершается термин «дневоление», детей переводят в специализированные государственные установки. Еще один вариант. Так само довольно распространены. Их забирают родные. С початку этого года в доме детятий женской колонии заявились еще 7 выхованцев. Самая молодая мать 23 года, старшая 40. Бачиться с детьми им никто не забороняя. Обмежование минимальное. Звязанное, например, со знаходжением женщин на праце. По словам самих осудженных, неких претензий до персонала у них нема. Выхованцы и доглядены, и накормлены. С дымки в установе администрация колонии дозволяя, а ли прозвища Жанчин по этичных причинам просить не называть. У Натальи, у доме детятий дочка Ангелина, якой у красавика исполнится 3 месяца. У колонии Жанчина будет находиться еще маль полгода, а тому до дому вернется разом с малой. В те дни, когда мы работаем, мы видим два раза ребеночка, то есть после работы или до работы. А в выходные дни мы гуляем с ребеночком 4 раза в день. То есть мы приходим, забираем ребеночка, если хорошая погода нам позволяет, мы играем на улице, если нет, мы играем в игровой комнате. Ну так как наши детки еще совсем маленькие, ну вот Натальинка еще маленькая, как бы обычно на ручках где-то поговорим, поносим. Дом у детятий уже ночью поправший колонии номер 4 за все да надавался повышенная увага. По словам тагачасного керавництва, навык утяжки 90-е тут золили организовать и якосный догляд, и повновартосное харчевання. Хоть кажуть об сучасных умовах, тады навык и не марили. По час ремонту, проведенного по инициативе Министерства внутренних справ, тут створили усе умовы, яке повинны быть у сучасной дошкольной установе. Дом ребенка превратился в настоящий дом ребенка со всей инфраструктурой. Условия очень хорошие, на мой взгляд. Вся техника современная, все материалы отечественные, экологически чистые, видите, что все деревянное, кроватки, манежи и так далее. Ну и думаю, что в этой части мы немножко счастливее сделаем детство этих детишек. Дом детятий уже ночью поправший колонии номер 4, различный на 50 выхванцев. А тому местах опая и для отпочинку, и для гульниум. До речи, дети тут сопроводят или навитые, подтверждением чего становится концерт. Самые малыши у Дениса и Акоха у всех у полтора годы. После возволения некоторые женщины от своих детей отмавлялись, а ли правилом такие выпадки не стали. Народиться в колонии не самый лепший лес, а ли это с усим не значит, что такие початки повинны негативно повплывать на дальнейшее житие детей. Государство, конечно, делает всё для того, чтобы у детей всё было в эти первые три года. И мы видим какие-то замечательные условия. Это и психологи, это и игрушки. Что будет дальше? Что будет дальше? В каких условиях дальше будет жить этот малыш? И будет ли ему столько внимания со стороны родственников, со стороны семьи? Поэтому самое главное, это, конечно, чтобы родители несли ответственность за своих детей. Олег Синтеров, Валера Габанько, Телерадо, компания Гомель.